здравствуйте дорогие друзья сегодня вторник 16 июня вы слушаете и смотрите 21 выпуск программы утренний соловей лето в россии по счастью вступила в свои права надеюсь и в ваших краях тоже а лет предполагает к расслабленности поэтому я вас хочу попросить о том что надо бы сохранять бдительность бдительность по отношению к пандемии к видов которые не затихает на просторах россии которая продолжается вы вероятно слышали уже о том что по крайней мере 10 крупных городов отказались от проведения парада 24 июня и статистика даже официальная статистика которая мягко говоря лукаво это неутешительно поэтому пожалуйста несмотря на то что погода прекрасная солнце светит постарайтесь сохранять осторожность в тех местах где много людей я сегодня снова вынужден вернуться к набившей мне оскомину теме о предстоящем общенародном голосовании или плебисците наверное здесь было бы сказать что эта тема мне уже проела плешь но в любом случае это прозвучит в прямом смысле я просто хочу вам рассказать о том какие ориентиры у нашей власти на этот плебисцит вот сергей владелинович кириенко который отвечает за внутреннюю политику в российской федерации он пообещал нашему дорогому президенту владимиру владимировичу путину что явка на плебисците будут около 65 процентов голосование за поправки в конституции 73 75 процентов это похоже на то что было во время президентских выборов марта 2018 года когда явка была 67 с половиной процентов а голосование за путина около 78 процентов ну немногим более 76 с половиной процентов то есть понятно откуда эти ориентиры взялись и вот сергей владелинович побожился буквально владимиром владимировича поклялся честью офицера и мундира что все будет как говорят молодые люди чики-пуки вот как к этому всему относиться я знаю что многих из наших соотечественников из тех кто меня сейчас слушает и смотрит просто опустятся руки а многие наоборот скажут со злорадством ну мы же предупреждали у них все предрешено нельзя шурерами садиться за один стол они все равно обманут они снова все решили и решат без нас и против нас вот у меня лично вот это знание оно порождает здоровую злость и азарт и чем я подчеркну это не политическая злость это морально и даже экзистенциальное чувство помните но я думаю это место вы помните в гамлете очень часто это единственное место которое мы помним достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление готовность оказать сопротивление это то что отличает человека от всех других живых существ это то единственное и возможно самое важное что определяет человеческую личность готовы ли мы противостоять или готовы сдаться даже не вступив в сражение это то что характеризует свободу воли готовность к сопротивлению и право человека на выбор но самое важное это даже в данном случае это не мои рассуждения морали о том что это экзистенциальный выбор готовность к сопротивлению это то о чем вы наверное не знаете хотя может быть ощущаете о том что ситуация как раз на самом деле не является более предрешенной именно сейчас это мнение о том что все за нас определили становится ошибочным власть находится в состоянии еще не паники но нарастающим и тихом ужасе из-за того что происходит и главное из-за того что может произойти в чем это проявляется идет беспрецедентный даже для последних лет российской истории вывоз денег и золото в физическом виде за пределы российской федерации вывозят физическом виде то есть это кубические тонны долларов и тонны золота для чего вывозят вам понятно да потому что ожидает что земля будет гореть здесь под ногами тех кого мы называем властью ищут оккультные ритуалы для защиты от будущего и это не шуточка ищут оккультистов на самом деле такие люди есть но их очень-очень немного ищут тех кто мог бы создать ритуалы защиты очередь гадалкам и знаете какой главный вопросом задают этим гадалкам когда надо бежать из российской федерации просят умоляют назовите тот день а еще лучше тот час когда мы могли бы добраться до аэропорта внуково 3 и чтобы на своем джете оставить родные палестины расхлебывать то горюшко которую мы здесь заварили неужели вы не понимаете что такой ситуации не было в россии по крайней мере последние 20 лет что ничего более не предрешено но для того чтобы самим повлиять на будущее это будущее надо создавать создавать здесь и сейчас а для того чтобы его создавать здесь и сейчас нам надо хотя бы отчасти консолидироваться и объединиться нет не всем но хотя бы активному меньшинству которые заинтересованы в переменах я думаю вы помните замечательную фразу льва николаевича толстого если дурные люди могут объединиться почему же хорошие не объединяются а ведь нас всех объединяет очень многое на самом деле мы же хотим мы желаем самых простых вещей мы хотим жить в свободной и справедливой стране мы хотим гордиться своей страной мы хотим чтобы у нас у наших детей и наших внуков было будущее сейчас этого будущего нет сейчас перечеркнуто даже настоящее разве это нас не объединяет но более того сейчас у нас появился наконец-то прекрасный шанс совершить некое осмысленное коллективное и очень важное легальное то есть ненаказуемое действие я имею ввиду отношение к голосованию 1 июля владимир владимирович нам предоставил редчайший шанс сказать ему в лицо что мы о нем думаем я придерживаюсь позиции что надо прийти и проголосовать нет и судя по опросам такой же позиции передерживается большинство политически активное большинство но есть и другая очень влиятельная позиция которой я отношусь с пониманием это позиция бойкот так вот я вас очень прошу тех кто придерживается этой позиции пожалуйста не ставьте знак равенства между не участием в выборах и в бойкоте если вы не участвуете в выборах а гордитесь моральным превосходством сидя на диване то вы ничем не отличаетесь от тех кто никогда ни в каких выборах ни в каких голосованиях не участвовал а предпочитает проводить время на том же самом диване с пивом чипсами и семечками что можно сделать для того чтобы это было не просто не участие в голосовании а чтобы это было более или менее активно и главное коллективная позиция простые вещи поговорить со старшим поколением сказать им не надо голосовать за эти поправки ни в коем случае поговорите с бабушками с дедушками среди старшего поколения большинство намерено проголосовать за убедите их этого не делать в конце концов скажите вы просто можете не ходить потому что это риск для вашего здоровья а вот мы молодые здоровы придем и проголосуем напишите заявление в участковую избирательную комиссию до для этого надо туда прийти принести заявление о том что прошу принять к сведению мой отказ от участия в голосовании по такой-то причине двух экземплярах они обязаны зарегистрировать и вы можете вот этот свой отказ выложить в социальных сетях вам лень я понимаю вам лень на сайте центра избиркома есть форма обращения вы можете зайти и написать то же самое отказываясь от участия в голосовании сделайте скриншот и давайте вывести его вывешиваете его своих социальных сетях своих аккаунтов социальных сетях тем самым вы совершите какое-то действие это действие будет опубличена и это тоже будет коллективное действие очень важно чтобы это было коллективное действие чтобы оно было замечено точно так же как я сделал сам рекомендую всем кто пойдет голосовать против поставить на свою аватарку соответствующие указания новую рамку голосую против в общем надо сделать хотя бы что-нибудь только в этом случае когда мы что-то делаем мы существуем ничего не делая мы ни на что не влияем и более того мы не существуем для гражданской активности для политики я сейчас получаю массу писем с вопросами как быть если на нас давит начальство существует несколько тактик они не являются универсальными все решающими думаю вы это понимаете иногда к сожалению и даже чаще приходится уступать давлению начальству но тем не менее что можно попробовать во первых если вам говорят что подкрепляетесь от своего участка будете там то или голосуется сейчас электронно заранее потребовать письменное распоряжение от своего начальника письменное распоряжение о том что он отдает соответствующие указания попробуйте это сделать имейте ввиду это очень важно на будущее я обращаюсь сейчас к тем членам участковых избирательных комиссий большей частью это учителя которые слепо и покорно выполняют указания начальство я не буду взывать к вашей морали совести я хочу обратиться к вашему здравому смыслу к вашим интересам через год-полтора этой власти не будет а новая власть начнет разбирательство по поводу массового обмана очков тирательства во время голосования и на выборах а вы же знаете особенность россии большие начальники скроются заслоняться спрячутся отвечать придется малой сошки вы не хотите отвечать возьмите у своих начальников письменное распоряжение и это вас защитит я уже не говорю о том что это ограничит возможности давления на вас второй способ это придать происходящее гласности что сейчас происходит с нарастающей силой частотой вот письмо которое получил от одного из моих корреспондентов это врач из кировской области капанев или копанев я приношу извинения если не там ставлю до ударение константин николаевич вот он пишет здравствуйте валерий дмитриевич информирую вас о принуждении голосованию медиков бюджетников городе кирова заявление о соответствующем принуждении я отправил центральную избирательную комиссию местную избирательную комиссию прокуратуру разных уровней включая генеральную прокуратуру российской федерации средства массовой информации вот это тоже прекрасный способ защититься от давления и продемонстрировать свою позицию и совершить некое осмысленное действие не важно как хотите ли вы проголосовать против или вообще не хотите глаза и наконец третье вы можете послать тех кто от вас этого требует это не всегда возможно но в некоторых случаях реально на три буквы я не имею ввиду буквы цик центральный просто послать и вы знаете это работает в любом случае какую вы бы позицию сейчас не заняли каких бы ожесточенных дискуссиях вы не участвовали я прошу вас об одном это чрезвычайно важно не обменивайтесь оскорблениями и обвинениями не стоит говорить друг другу упрекать друг друга якобы в работе на кремль пожалуйста помните вопрос о голосовании 1 июля это вопрос все же тактически здесь алексей навальный прав стратегические вопросы начнут решаться позже но уже не так долго этого ожидать осенью этого года и вот осенью этого года мы все те кто выступает против поправок вне зависимости от того в каком виде мы выражаем свою несогласие с этими поправками мы окажемся по одну сторону баррикады а по другую сторону баррикады окажутся те кто сейчас представляют власть поэтому не стоит ссориться сейчас мы ведем тактическую дискуссию она полезна но пусть она способствует прояснению позиций и нашему сплочению а какие методы борьбы мы будем использовать осенью чему мы будем стремиться как будет выглядеть прекрасная россия будущем об этом вы можете узнать подключившись к онлайн дебатам который я буду проводить с молодым политиком егором жуковым 18 июня 20 часов московского времени начнутся эти дебаты ссылка на подключение будет в описании этого ролика а сейчас по традиции несколько строк из записи римского императора марка аврелия помни что человеку свободному одинаково свойственное переменяться и повиноваться тому кто его исправляет ведь в этом случае осуществляется твоя деятельность соответствии с твоим побуждением и суждением именно твоим умом если дело в тебе зачем его делаешь так если в другом кого-то винишь атомы или богов и то и другое винить безумие никого не нужно винить ведь если можешь исправ человека если же не можешь этого то по крайней мере исправь дело если же и его нельзя то какой тогда прок в обвинениях ведь просто так ничего не следует делать у нас сейчас есть возможность уникальная возможность нашей истории начать исправлять дело то есть ту ужасную ситуацию в которой оказалась вся Россия вся наша страна все наше общество дорогие друзья спасибо за то что вы были со мной а я остаюсь с вами берегите себя своих родных и близких до новых встреч и помните твердо помните победа будет за нами